Десять районов губернии приступили к севу яровых из-за обильных дождей. Весенняя полевая кампания стартовала на неделю позже, чем в прошлом году. Агроклиматические сроки поджимают. Земледельцам предстоит завершить бронование, оперативно отсеяться. Правда, земля не везде подошла равномерно. Север пока стоит, а юг вовсю сеет. Как караулят спелость земли в большой глушице. Материал Сергея Павлова. На юге в этом году земля вышла на работу. Выспавшаяся, поспевшая и вдоволь накопившая живительной влаги. Первомай, или, как говорят аграрии, трудомай, будет жарким. Дело в том, что теплые температуры и горячий ветер действуют сейчас с эффектом фена. И сохранившуюся влагу сейчас нужно оперативно закрыть. Медь самарских степей лишь сверху кажется монолитной гладью. Есть и лощины, и овраги. Апрельские дожди поля выровняли, согнали снег, но и задержали с выходом аграриев. Южных на две недели. Земледельцы, словно разведчики, исследуют каждый участок, где земля подошла, бросают немедля весь арсенал техники. Передышки между привычными операциями, поранования, культивация сев в этом сезоне нет. Все в режиме нон-стоп. В этом хозяйстве, например, одновременно сеют и пшеницу твердых сортов, и подсолнечник. Из-за погоды, то, что видно, уже даже сами на полях лощина очень быстро подходит, чем вот в прошлом году, например, когда везде нельзя было зайти нигде. Сейчас результат лучше, то есть быстрее, то есть сроки будут сжатые. Для юга области обильная влагозарядка на вес золота. Несмотря на полную укомплектованность в технике, топливе и семенах, некоторым приходится ждать отмашки природы. В этом хозяйстве на одних полях все готово для сева. Чуть дальше еще болото. Сейчас мы вот даже здесь сеем подсолнечник, и то вынужденный разрыв между культивацией и севом делать, чтобы слегка земля просохла, чтобы селка пошла. Аграрии успевают не только сеять яровые, но и заботятся об озимах. В большой глушице за их состояние не опасаются. После зимовки все площади подкормили удобрениями, а теплый дождь подтянул будущий хлеб. На строю аграриев не мешают никакие подводные камни. Погектарные субсидии выплачены в срок и потрачены в дело. Многие заранее приобрели новую технику и запаслись топливом. Два кировца брал. Сегодня пришла от сельхоз, ну от Министерства сельскохозяйства. Деньги, то есть там за первоначальный взнос по Росагролизингу брал. И плюс в прошлый год брал кировец, там 10% за стоимость того кировца. То есть пришли, сейчас вот денежки. Ну это очень вовремя и по гектарной поддержке. То есть мы успели купить соляркой, запаслись. Площадь ярового сева в этом году составит чуть более полутора миллионов гектаров. Сельхоз предприятия области планируют посеть 750 тысяч гектаров яровых, зерновых и зернобобовых культур, более 100 тысяч гектаров кормовых, 8 тысяч гектаров картофеля и овощей. В ближайшее время к полевому разбегу присоединятся северные районы. Яровой сев планируется завершить в 20-х числах мая. Сергей Павлов, Тимур Набеев, Новости губерний, Большеглушицкий район.